Зовут меня Максимов Николай Яковлевич. Родился я до древней такой степени, что раз в три-четыре. У вас четыре раза? Три раза? В общем, второго, второго, тридцать третьего. Вот так вот. Родился я тогда Якимовичский, теперь Ельинский район. В самом пекле, которое во время войны было. Вот там она между Якимовичей и Елей, как раз деревня Дуброва. Вот. Ну что? Досталось. Мама погибла как раз во время вот этого сражения Ельинского в октябре 41-го года. Оставило нас шесть человек. Дом сгорел. От деревни осталась одна банька старая. Все. Все разбегались по кто куда. Адмы куда. Тяжело. Потом мамина сестра приехала, собрала нас. Привезла в деревню Хмару. Есть такая деревня. Починковский район. Но там у тети жила ее дочка с сыном. Вторая дочка, четверо детей. Еще плюс дедушка. Короче, вот считайте. За стол садился что-то 10 или 14 человек. Но бабушка удержать такого не могла. Поселили нас. Это не комната, а кладовка. Окна там вот такие вот, знаете, толстые стекла, цветы. Вот так вот. 70 сантиметров примерно. И все. Войну прожили в оккупации. Ходили кто что даст. Жили кто что даст. Вот. В 45-м попал детдом. Вот. Тростянский. Но это был не детдом, а зворочный пункт. Там детей собирали. Где ловили, собирали. Вот. Обмывали, одевали. Вот. И распределяли по детским домам. У настоящее. Вот. Я попал с сестрой в Борщевский. Это вот Борщевский рядом. Детский дом. Он считался для детей, погибших во время войны. Родителей, которых погибли. Он был до 49-го года. В 49-м году впервые разрешили детей отдавать в средние учебные заведения. Там в техникум и прочее. А то обычно в ФЗО. В 6 месяцев. И, как я говорю, иди работай фарм. Но меня директор хотел в спецучилище ВВС. Спецшколу ВВС. Но мы нахулиганили. И все же знали, что там, где далеко от детдома, во время войны была батарея. И там столько было боеприпасов. Ну, а для пацанов это был рай земной. Ну, и мы там в детдом чуть не спалили. Разрежали снаряды. Потом ее в банку. Банки делали дырки. Поджигали и фейерверки вычиняли. Вот так вот. Или патрон загоняли в землю. Делали приспособление. Капсюль. Нажимали. Взрыв. Ну. А потом догадались. Там же на горе. А под горой, значит, развели огромный костер. Накидали снарядом. Вот. И ждем, ждем. Никаких взрывов нет. Вот. А вот как теперь помню, Коля Курбатов. Три брата Курбатов. Берет длинную палку. А там, поверху, эта самая траншея была, глубокая. Мы все в траншее. Он наклоняется и палку в костер. Не успел дотронуться до костра, как рвануло. Но нас. Правда, все живы. Вот. Но мы разбегались. По всей области нас искали ловить. Я каким образом оказался в Рославле. Она у сестры. Она уже фезо закончила. В 44-м пошла. Вот. Но она сказала, вот в общежитие, в общежитие девочья. Куда тебе? Ну ладно, сегодня переночуешь. Но завтра она меня на поезд и оходили теплушки. Когда еще таких вагонов не было, оходили теплушки. Затолкало меня туда. До Крапивинской доехал. Вот. А там уже в детдом. Вот. Появился. Ну, директор обиделся. Все. Пойдешь. Теперь в фазово. Никуда больше. Но была Мария Архиповна. Вот. Преподаватель. Ну, воспитательница. Она отстояла меня. И, значит, я поступил в техникум. Значит, ну, в техникум и в детдоме отправили. Вот. Еще то лето было. В летней одежде. И все. А впереди осень, зима. Ни денег, ни одежды, ничего. Но стипендию платили. Значит, 150 на первом. 160. 170 на втором. И 180 на третьем. Ну, по тем временам это деньги. На неделю. А надо и одеться, и купить что-то. Какие-то принадлежности для учебы. Наш Советский профсоюз помог за три года учебу в техникуме. Выделил 25 рублей. Я пошел и этих 25 на мороженом на мороженом и проел. Вот. Так нормально. А потом приехала... Вот все помню. Это Костелянша мы ее звали. Христина Прохоровна. Вот. Она там... Ну... заведующая там одежду там и прочее, прочее. Приехала получать вот перед Блоней там с левой стороны какая-то улица забыл. Перед улицей Глинки. вот она там получала одежду для детей и на свой страх и риск подобрала мне пальто, ботинки, шапка, еще у меня есть фотография и типа спортивного костюма. Вот. И ее чуть не судили. Приехала в детдом недостача. Вот. Я узнал, мне как-то передали. Вот. И я поехал в Стадолище, сам пацан в райком партии. Ну, не пускали пацана. Ну, как-то я пролез. Я говорю, судите меня. Христина Прохоровна. Ну, и рассказал я все, как. Что пустили фактически голым. Вот. Это сейчас как-то обеспечивают. Вот. Голым ничего купить не за что. И она мне все это выделила. А вы ее судите. Судите меня. Слава Богу. Это меня надоумил директор же Никита Федотович. Вот. Кстати сказать, после вот этого взрыва, который мы натворили ему плохо было. А потом ребята еще на другой год в 1946 году такое же сделали. и там трое ребят погибли. Он с ума сошел. И вот там же могил. Вот я приехал в Седок до инвалидности. Каждый год мы ездили туда, к нему на могилу. Вот память к нему поставили от благодарных воспитанников. Вот. Так что вот такое дело. И он меня надоумил вот так и так. Вот. спасли мы Кристину Прохоровну. А то судите и все. Знаете, как раньше было. Упаси Бог, тюрьма и... И вот. Ну и... Значит, тут корейский... 52-й год, 51-й год, 50-й корейские события. Вот. Требовались дочки. Но у нас в техникуму училось значит на нашем курсе было 37 человек 17 мальчишек. Остальные не ученые. И все 17 человек значит забрали после в техникуму после это сам техникуму в армию. Ну, до того прошли комиссию. Третьего числа закончили. А пятого 9 человек нас в летное училище. Остальные в училище. Ну, как оно или КГБ или милиция железнодорожная. В общем, красная форма. Вот. Ну, и с этого все началось служба. Третьего закончили техникум. А пятого вручили документы мне. Ну, я детдом и самый бой. Остальные парнищики деревянные. деревенские нигде ничего не были. Не видели. Доехали до Кустаная. Вот так вот. Ну, нормально. А там голая степь. землях, как камень. Сами себе палатки поставили. И опять же, не повезло. Уже экзамены сдали. Уже, говорят, в баню пошли, чтобы переодеть курсантскую форму. А тут присылают роту из пешкового ОЕС. Их одевают, а нас туда. Вот. И вот мы нас прозвали дикой дивизией. Ни туда, ни сюда. Холодно уже стало. Там уже в конце октября. И что самое интересное, ветерок как только подует, больше 5 метров в секунду, так сначала подъемочка, а потом пыль поднимается, низги не видно. Какие ж мы нежры были. Ух ты мой! До Тобола дойдешь, там Тобол рядом, река. Вот. Дойдешь, вроде помоешься. Если ветер поднимется, опять такой же. Вот. Но потом приехали как бы их называли купцы. Вот. И разобрали кого куда. Кого в бомбардировочную авиацию, кого это самое. Я попал с ребятами нашими с техникума в Пугачевское училище. Там тоже только организовывали на базе там учились планиристы переучились на Ли-2. Вот. Но у них был последний выпуск и на этой базе делали училище вертолетов впервые. Вот. генерал, который испытывал эти самолеты МИ-2 вертолеты. Вот погиб Стефановский. Прекрасный генерал. Вот. И нас зарубили. Вот. И опять ждем, 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 Опять приехали на базар раскупать кого куда. Вот. А в Пугачеве мы уже по два на дедушке летали. Потом я к восемнадцатой. Вот. А и все. Все вертолета пока не поступает. Все уже дальше идти. Должны были на МИГи. Вот. На МИГ-15. Ну вот. Приехали. Вернее на вертолет. Но вертолетов не было. Приехали на базар купцы. Ну кого куда. Я попал в Черниговское училище. Вот. И опять такое же совпадение. Вот. Ну там нормально. Более темнее. Вот. Приехали нас. Все нормально. Вот. Но на МИГ-15 нас не получилось. Значит год отлетали на Як-11. но это уже более или менее на истребитель похоже. Вот. И скорость под 500 и нормально пилотировать хорошо. Вот. И потом уже на следующие вот дождали 15-го. Ну и дальше опять же сейчас скажу закончили училище экзамены в ноябре сдали госэкзамены все 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 нормально. Вот. А в то время Жуку был главком УВС. Вот сначала был в Югославии а потом в Индии. Конев маршу замещал. А подписать приказ был министр обороны о первом офицерском позвали. А тут его Хрущев Никита Сергеевич. Он его как говорят помох. Вот. Но конев подписал три месяца нас так в офицерской форме но без повода. Наконец подписали выпуски. Ну отсюда все пошло. Их пятнадцат вот потом значит видимо понравилось как я летаю я не задерживаю вот забрали в парадную дивизию в Кубинку вот есть благодарность главкома за участие в параде последний парад был в шестьдесят первом году а потом видите такой длительный перерыв вот ну потом по да ну это я перечился на биг девятнадцатый потом на двадцать первые на двадцать первом вот это участие в параде вот но потом по себе на обстоятельства я попросился чтобы меня перевели независимо куда в любую точку Советского Союза вот ну я перевели в Шевуляй там Шевуляйский полк переучивался на двадцать первые но там еще никто не летал даже командир полка еще не летал и меня месяц хожу дежурную по полетам второй перевалил потом я к начальнику полетодел я говорю ну что это такое вот как раз на аэродроме был уже второй месяц а я это самое хочет на чем-нибудь дали мне полетать дали на МиГ-17 я на МиГ-17 и летал сразу с пятнадцатых на девятнадцатых ну вот два вылета я сделал в простых и сложных условиях потом командир полка вылетел на двадцать первых и мне разрешили летать уже двадцать первых но шевеляя упал в группу советских в Германию в шестьдесят пятом году ну за это время получил третий класс второй класс в шестьдесят пятом первый класс вот обычно получает где-то проходит восемь десять где-то от выпуска и до первого класса ну у меня получилось там дипола восемь дипола восемь второе в шестьдесят в шестьдесят Продолжение следует...